Стамбул. Ожидание либо реальность? Приехали в Стамбул своим ходом. Забронировали гостиницу через организатора по имени Тургай. Наша гостиница называется Бюркебан. Ехали мы туда примерно минут 30 от аэропорта. Гостиница стандарт на базе завтрака. Первый же день я решила погладиться, чтобы выйти в свет. Но не тут-то было. Чтобы погладиться, нужно иметь 5 лир в виде копеек. Ложь в терминал и включается утюг на минут 10. Я впервые гладила так быстро около 6 вещей. Просто пребывала в шоке. Далее мы спустились на завтрак. На завтрак ассортимент был хороший. От овощей до фруктов, выпечки и чечевичного супа. На который я уже не могу смотреть. Далее мы рванули на оптовый рынок Метер, где закупается весь мир. В каждом бутике вам спокойно дают свой Wi-Fi. Конечно, если вы заинтересованы товаром и хотите купить. Там вам предложат кофе, турецкий чай и воду. Поехали мы туда на трамвай, так как такси очень дорогое. Примерно с 5 микрорайона до колхозного рынка в городе. Ах, тебе 6 тысяч тенге. Как вам? На рынке мы проходили до 5 вечера. Оплата тут идет в долларовой валюте. И еще на рынках везде в основном работают мужчины. Даже в кафе официантами до пожилого возраста. В Стамбуле очень много народа разных национальностей. Минус. Специфический запах. Мне казалось, что все время везде воняет мочой. Также улицы и дороги узкие. Здесь очень много покрытых девушек. Но не удивляйтесь, если вы увидите, что покрытая девушка курит сигареты. Потому что здесь почти курит каждый второй. И у меня такой вопрос. Как вы вообще дышите свежим воздухом? За все дни мы так надышались сигаретами, что я думала, что просто уже привыкну к этому запаху. Спасибо. Спасибо.